Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите комментарий. По его словам, за последние сутки российские войска практически не подвинулись. В Харьковской области их выбили из Чугуева, бьют их под Николаевом. Под Киевом их накрывают артиллерией. За 10 дней войска РФ не прошли маленькие пригороды – Бучо и Гастомель. Не надо бояться. Российская армия не сильна, она просто длинновата. Мы их потихоньку как салями съедим, подытожил Арестович. Как известно, враг всячески применяет силу психологического давления на украинский народ, распространяя информацию о массированных авиаатаках. На самом деле у армии России нет навыков таких действий. Об этом рассказал советник главы АП Арестович. Не оправдывались все пугалки и нужно сразу понять, в чем смысл. Они заключаются в том, что это российские службы информационно-психологической борьбы. На хорошем украинском языке в украинских пабликах начинают рассылать информацию о том, что якобы вот последний финальный штурм или массированная бомбардировка. Все, конец, сдавайтесь, чтобы разогналась паника. Первое. Второе. Народ начал атаковать ставку верховного главнокомандования, местную власть, власть военную и говорить, что вот вы ничего не делаете, видите ли, они анонсируют, а вы что-то и так далее. Получил он. Вместе с тем признал, что есть люди, которые нечаянно подыгрывают оккупантам в этом. В потенциале русской армии для таких действий просто нету. Хотя самолетов у россияны много, но используют они только 100 из них, и уже почти половину украинцы уничтожили. 500 самолетов группировок вокруг Украины, а используют они не более 100, из которых мы по меньшей мере 40 уже сбили. Почему? Потому что русская армия не умеет производить массовых авиаударов. Не умеют. Это очень сложное действие. Штаты потратили сотни миллиардов долларов, чтобы научить свои воздушные силы наносить те же воздушные удары и потратили на это 30 лет. Имеют огромный опыт Вьетнама, Кореи и так далее, которого нет у российских войск. Они налетают маленькими отдельными группами, 2-3, максимум 4 самолета, а такие удары малоэффективны. То есть они, конечно, могут нанести жилой дом, снести неуправляемой бомбой, но с военной точки зрения это ничто. Те, что 40-миллионную Украину, которая хочет бороться, на колени не поставит, она даже не повлияет на оборону отдельного маленького городка. Что доказывают Ахтырка, Харьков, Чернигов, Сумы, заверил Арестович. Также министр обороны Украины Резников сообщил, что к 12-му дню войны России интенсивность боевых действий временно снизилась, но российские захватчики пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак, прежде всего Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. По словам Резникова, Украина использует каждую минуту, чтобы укрепить свою оборону. Все усилия круглые сутки направлены на то, чтобы обеспечить потребность наших защитников и защитниц. Резников добавил, что за последние три дня уже доставлен, едет в Украину или законтрактовано более 50 тысяч шлемов и бронежилетов для нашей армии. Также власти работают над получением помощи в сфере противовоздушной и противоракетной обороны от партнеров. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайк. Продолжение следует...